Сегмент браузерного рынка насыщен играми под самое не могу. И чтобы хоть как-то вырваться вперед сотен конкурентов, нужно идти на экстраординарные шаги. Компания Destiny Development такой шаг сделала. Хотя что там шаг, настоящий прыжок вперед, выпустив на суд общественности 24 сентября весьма любопытный и нестандартный проект под названием Music Wars. И хоть браузерные игры редко попадают в рубрику видеообзора, ведь рассказа обычно хватает минуты на две и на этом игры себя исчерпывают, но тут несколько иная ситуация, отчего краткому обзору по игре быть. Казалось бы, ничего особенного в игре нет и никаких революционных идей не прослеживается. Даже визуально все на простом и при этом в симпатичном уровне. Но! Игра умудрилась совместить в себе некоторые вещи, а получилось из этого то, что получилось. Главный замот игры вращается вокруг музыки. Собственно, отсюда и название. Грамотный пиар-ход. Именем своим игра интригует и заставляет, если уж не играть, то хотя бы посмотреть, что это за оно. Музыкальные войны, как-никак. В общем, от музыки и пляшем. Имеем четыре группировки. Караокеров, урбанистов, клаберов и рокеров. Кем из них стать? Определяет игрок сам, попутно выбрав внешность мультяшного альтер-эго. Этот выбор музыкальной фракции, а иначе назвать не могу, особо ни на что не влияет, кроме внешнего вида, соответствующей атрибутики и, внимание, игрового радио. Тут есть плеер, который можно включать, выключать по желанию, и, конечно же, будет играть там музыка, соответствующая вашему выбранному стилю. Но стиль стилем, а, однако, в чем же замут игры, кроме внешней атрибутики? Название игры способствует тому, что первые ассоциации с ней будут вида. Там или гитарами морды бить нужно, или некий музыкальный батл, что и вовсе сложно представить. И первое и второе утверждения – неверные разборок на гитарах и нотной грамоте тут нет. Зато вот все подручные боевые предметы имеются от кастета до автомата. Суть самой игры сводится к тому, что существует карта, разбитая на районы. Тут можно либо просто завалиться в район, выбрать противника, надывать ему люлей, или с позором отхватить самому в лучших традициях дворовых разборов. А можно и задания делать. Они сводятся к двум типам. Либо совместно с квестодателем отправиться мочить неугодных ему, либо взять некий заказ на работу, где и делать-то ничего не нужно, просто подождать необходимое время. Все вышеперечисленные деяния приносят как деньги, так и опыт. Если с деньгами все понятно, их предназначение не изменилось за тысячи лет, то на опыте стоит остановиться. Да, тут есть ролевая система, причем весьма интересная. Выбираем одного из трех учителей по импонируемым критериям и бонусам, и после этого получаем с каждым левелом как активные скиллы, так и пассивные от него же. Но не одними скиллами грейдимся, от чего все же придется вернуться к обсуждению денег. Так вот, тут есть магазин, в котором прикупаем все, начиная от колонок в свою студию до роскоши, тайников и питомцев. Каждая вещь дает прибавку к статам, которые еще и с левелом распределять можно. Но это еще не все есть заточка. Я вижу, как загорелись глаза любителей этого дела. Можно точиться за обычное игровое бабло, а можно и у профи, но с добавкой угадайте чего. Помимо этого, тут игроки найдут разные салоны красоты. Банки, рынки, шаолини, центры генектики. В общем, покликать, почитать да поразбираться придется. Но ведь это лишь плюс. Ведь чем больше плюшек, тем нам, рядовым игрокам, радостнее. Главное, чтобы поменьше реала эти плюшки тягали. К счастью, компания Destiny не была замечена в особо крупном деньговысасывании, в отличие от некоторых всем так знакомых контор. Отчего стоит надеяться, что донат будет умеренный. А как же обстоят дела с социальной системой? Да нормально. Если судить по интерфейсу, то будут и некие группы, которые на данном этапе пока недоступны. Что ж, компанией суровых рэперов-музыкантов надирать зад на улочках вражин караокеров. Их, как весело! Ну а чат и рейтинг тоже полезные штуки, без которых в любой онлайн-игре станет просто скучно. Также не стоит забывать и ежечасных турнирах. Вот такой небольшой рассказ по игре получился. Из многих на сегодняшний день браузерок Music Wars одна из интереснейших, веселых и новаторских игр. Не потому, что тут суперграфика. Не потому, что тут новаторский геймплей. А потому, что тут так мило, интересно и просто симпатично. И нет, никто за это видео не платил рассказ, как есть и без прикрас.